Здравствуйте! Слушайте, я вас послушал и мотивировать вас особенно не нужно. Вы уже подняли собственные тела и приехали в Москву для того, чтобы потратить несколько дней на то, чтобы причинить миру добро. Когда я ехал сейчас на метро, я тоже катился с самолета, я думал, ну что же нужно такого сказать? И понял, что первое, что, как в любом виде человеческой жизнедеятельности, нужно честно себе ответить на вопрос о целеполагании. Вот зачем я конкретно это делаю? Вот я конкретно, я зачем на это трачу свою жизнь? Вот мы делаем киноклуб, чтобы что? И ответ должен, на мой взгляд, лежать, тогда это будет устойчивой конструкцией, сразу же в нескольких областях. Во-первых, личной выгоды, не надо ее стесняться. Она может быть не в монетизации, потому что нет хуже продукта на рынке, чем не игровое кино. Потому что мы пробовали продать док про уральский рок, это был трюк. Мы продали его несколько раз, но это трюк. Вторая история заключается в том, что какое наступит изменение в мире, после того, как вы сделаете этот шаг. Оно должно быть видимым и осязаемым, прежде всего, для людей, которые к вам пришли, и для вас самих. Третье, наверное, это все-таки найти своих у себя на территории и успокоиться. Вот это очень важно, потому что мы в городе Губкин пытались обогревать, вели неравную борьбу с действительностью, с помощью неигрового кино, но поскольку я вас здесь вижу, видимо, мы все-таки победили. Давайте просто примерно себе прикинем, что может быть личной выгодой. Не надо этого стесняться. Если мы убираем аргумент денег, который довольно спорный, я вот послушал вас, да, все в минусе, неигровое кино, такой зверь, ну, то есть, трудно же это сказать, девчонки, пойдем док, посмотрим сегодня вечером. Но странно. Первое, это же, это, конечно же, развитие собственных коммуникативных качеств и творкинга. В тот момент, когда вы становитесь лидером какого-то движения, вы просто обязаны формулировать свое предназначение, место и объяснять себе, почему вы находитесь в этой точке пространства и времени. Это означает, что вы выбираете некую дистанцию и вы видите какую-то цель. Ну, например, полный зал, там 70 человек, людей, которые приходят. Это немало. Это значит, что вы становитесь культурным навигатором в том месте, в котором вы живете. Живете. Неважно, район это Москвы или небольшой город Рязанской области. В этот момент происходят удивительные вещи, потому что кино, на самом деле, это повод поговорить всегда о себе. И люди, которые приходят в кинозал, они главные бенефициары всех наших усилий. Но когда они смотрят... Главное в кино случается не на экране, не на съемочной площадке, не на монтажном столе Артура Анаяна, а главное случается только в зрительном зале. И когда это управляющее начало, оно у вас в любом случае возникнет, вы начнете думать, почему это кино заходит, а такое не заходит. Вы начнете соединять его с локальной повесткой, да, и подбирать то, что в данный момент актуально для людей, которые живут рядом с вами бок о бок. У меня есть такое сравнение, оно довольно провокационное. Главный вопрос этически неигрового кино для меня звучит в том, что вот, например, когда тот или иной священнослужитель выслушивает исповедь, он никогда ее не раскрывает, но на основе исповеди он делает проповедь. Проблема в том, что неигровое кино всегда работает на раскрытии тайной исповеди. То есть мы просто ее показываем на экране. В этом, с одной стороны, такой довольно сложный этический момент, с другой стороны, неигровое кино правда может запустить те дискуссии, которые необходимы. И это, собственно, как любое кино хорошее. Поэтому это хороший инструмент начинать изменения с того, чтобы о них поговорить. Именно поэтому киноклуб то место, в отличие от стандартного кинотеатра, где вы можете померить, чего в головах людей. И это безумно интересно. Это делает ваши личные оперативные поступки в жизни подкрепленными эмпирическими знаниями из кинозала. Вы можете каждый... Вот мы, когда работали в Губкине, я попросил каждого из модераторов киноклуба, который там организуется, объяснить себе, вот в чем моя миссия, когда я это делаю. Никто вам не поможет. Только вы сами можете ее сформулировать. Но это классное ощущение. У девчонок вот получилось. И у них, хотя они занимались этим делом, миссии были совсем разные. Но точка пересечения как раз лежит в кинозале. Сегодняшний разговор я предлагаю построить так. Я сейчас еще скажу несколько каких-то таких целеполагающих вещей, может быть идеологических даже. Вот зачем гильдия неигрового кино занимается вот этим всем? Мы совершенно точно понимаем в нашей деятельности, зачем мы это делаем. Мы пытаемся сохранить неигровое кино как вид кинематографа и как вид человеческой жизнедеятельности в нашей стране. Если кинематограф не будет востребован зрителем, он умрет. А значит умрет наша профессия. Мы здесь разговариваем с вами о своем будущем. Поэтому все эти люди здесь и все эти люди работают. Потому что если мы не дойдем до зрителя любыми путями, через ВИД-платформы, через стриминговые сервисы, через кинотеатральный прокат, через второй экран киноклубов, мы не нужны. Там неравный бой с Sony Pictures вести в кинотеатральном прокате с картинами класса Лига Справедливости, у которой 220 тысяч сеансов. 220 тысяч сеансов. Мы не в состоянии, потому что есть коммерческие контракты с Мастуду, и никуда кинотеатр однозальник деться не может. И мы ищем любые пути. Один из них очень хороший, это киноклубы. Потому что, да, наверное, коммерческие фильмы к вам никогда не попадут в первую волну. Но хороший кинофильм через три года хуже не становится. Кинокопийные искусства артисты и герои завтра хуже себя вести на экране не станут. Поэтому мы точно понимаем, чего мы делаем. Мы очень хотим, наша главная цель помочь вам иметь лицензионный контент, чтобы никто не сел в тюрьму. И не платил штрафы. Чтобы у этого были прокатные удостоверения. Да, мы живем в этой реальности. Она вот такая. Когда мы начинали заниматься киноклубом, у меня был очень высокий, лично у меня, как у режиссера, такой технический регламент кинопоказа. Вы знаете, что с мной произошло за эти восемь лет? Вот я, конечно, не пришел к фразе видать уже кино, но я где-то посередине. То есть качество кинопоказа, конечно, мы должны стремиться поднимать это качество. Но сам факт кинопоказа важнее. Дискуссия после этого не менее важная. У нас на самом деле мы живем в удивительное время. Есть все. Яндекс.Диск, где могут лежать афиши, файл с меткой, описание, карточка режиссера со скайпом. Just do it. На сайте гильдии уже полно прямых контактов правообладателей. Всегда им можно позвонить. И там точно возьмут трубку, в отличие от большой корпорации. И вы точно попадете не в приемную, а прямо в правообладателя. А плюс ко всему есть скайп, мы можем не тратить свою жизнь и топливо для того, чтобы долететь до Ижевска. Мы можем даже из больницы это делать. Поэтому, вот сейчас, то самое удивительное время, когда технология готова к тому, чтобы кино показывать. Это первое. И второе. Готово общество. Ну, потому что современный телевизор смотреть невозможно. На мой взгляд, в современном телевизоре мозгов столько, даже меньше, чем в кофеварке в моей кинокомпании. А то, что мы показываем в киноклубах, это, как правило, персональные усилия автора и его соратников. Это всегда очень труд с высокой добавленной интеллектуальной стоимостью. хорошее неигровое кино. Конечно, но бывает разным. Бывает негодное совсем. И мы тоже эту работу ведем. Мы экспертируем эту. Четвертый год мы смотрим по 300 фильмов и выбираем двадцатку лучших, которые точно имеют зрительский потенциал. Не все правовладатели из этой двадцатки готовы. Но вот эту минимальную культурную навигацию в рамках моря неигрового кино мы можем обеспечить. Пять уже подсказывает. Пять. Пятый год. Мы можем обеспечить. Мы можем свести вас со всеми с кем. То есть мы для вас. Потому что вы для зрителя. Это очень важно. Вы знаете, есть такая французская театральная хартия. Там французским театральным деятелям государство задало вопрос. На что вы готовы за наши деньги? Вот обычно в России заканчивается на этом вопрос. но там есть существенная добавка радио общества. Гильдия игрового кино я ее сейчас не рекламирую, но ее переформатировали. Это была корпоративная закрытая структура. Сейчас это социально ориентированное НКО. То есть наши усилия это жители Российской Федерации. Если говорить сейчас вспомним бытность президента я выучил эту формулировку. наша задача ликвидировать диспропорцию в предоставлении культурных услуг населению вне зависимости от территории проживания. Если говорить языком культурной политики. И мы правда этим занимаемся. Поэтому вы здесь. Киноклуб существует до тех пор пока вы крутите педали в нем. Это деятельность бесконечная. Просто с этим нужно смириться. Как гильдия игрового кино. Не крутим педали ничего не происходит. что-то собираемся пытаемся делать договариваемся выкраиваем время идем на компромиссы наступаем на собственные экономические интересы довольно часто. Что-то происходит. Поэтому ждать от киноклуба какой-то моментальной отдачи как от продажи картошки на рынке невозможно. Это деятельность на мой взгляд очень длинная. Это такая возможно даже выходит за пределы вашей собственной жизни. Я не знаю это шутка. но тем не менее мне кажется что тот кто-то начинает и просто вижу что у многих людей есть гигантский опыт и мне не вас учить. вообще на земле с людьми общаетесь. Первые результаты по нашему опыту когда мы только затевали киноклубы и помогали это 3-4 месяца не менее а то и полгода когда 10 человек умножаются на 2 потом они умножаются на 3 постепенно постепенно появляется свой зритель. давайте теперь вопросы потому что вы такие всеопытные что я не хочу букварем заниматься код города не продолжает работать потому что в какой-то момент мы устали причинять добро и поняли что когда территории захотят заниматься брендингом они придут в этом код города это когда мы собираем местных жителей для того чтобы они сняли кинопортрет собственного города это как правило люди без профессионального киноголического образования но мы приезжаем четвером режиссер сценарист оператор иногда в пятером продюсер и режиссер монтажа и просто пытаемся воплотить их помочь им воплотить их истории мы ничего ни кадра не снимаем снимаются ребята но два проекта состоялось сейчас есть запросы от трех территорий но опять же поскольку неигровое кино не очевидно как инструмент брендинга не очевидная вещь пока все тормозится ну и плюс ко всему пока мы его делали мы им горели а сейчас у всей творческой группы по пять проектов собственно интересно ваше мнение о влиянии стримингу сервисов типа нетвлекса на игровой кино возможно ли с ними как-то сотрудничать или они могут сильно повлиять вообще да они в смысле киноклубом с ними сотрудничать ну я имею что они же тоже показывают документарное кино и люди соответственно они не идут стоп он физически смотрит куда-то они могут посмотреть дома на телефоне тот же фильм вот смотрите у меня есть еще один образ а любой просмотр с электронным что такое телевидение стриминговые платформы все остальное это поток электронов который бьет в грудную клетку а кино это луч света из-за спины который освещает вам дорогу в жизни это мой любимый образ про кинематограф поэтому конечно они влияют и конечно они влияют хорошо потому что стриминговые сервисы поскольку владеют бигдаты они видят что люди обращают внимание на неигровой контент на яндексе вышел яндекс оригинал первый про листьевые они просто зафиксировали приток аудитории гигантский мы сейчас живем в удивительное время у нас 12 по-моему до платформы уже около 30 уже около 30 но сколько из них выживет в текущей экономической ситуации мы посмотрим через пару лет но то что контент становится доступным он разный это не может не радовать возникает конкуренция готовы ли к ней индустрии игрового кино внутри страны нет нет потому что технологический регламент нет это 4k определенное цветовое пространство кодировка цвета оптические системы и так далее но то что стриминговые платформы инвестируют в производство оригинального контента это означает что мы у нас теперь есть несколько источников поскольку фондов у нас внутри страны мало я про нас говорю не про весь остальной мир у нас есть там минкульт у нас есть там фонд кино возможно через какое-то время начнет что-то делать у нас есть телевидение которое в общем уже конфета для деревень как бы да и у нас есть теперь стрим но государство финансирует умно уровне 400 до миллионов сейчас до 450-500 миллионов это ерунда сущая конечно для все это вообще ничего если вы хотите работать в технологическом регламенте который сейчас требует стриминг это 4К и 5-1 вы можете за 500 тысяч рублей сделать звук а изображение за какие деньги а детей на что кормить для тех кто смотрел для режиссеров понятно для тех кто смотрел кино на большом экране это очевидно что вы не так смотрели а как это объяснить простому зрителю который действительно есть многие фильмы хорошие не очень раскручены но смотрите я вам расскажу страшную историю леденящую душу просто я из города Тавда Свердловской области и я там человек ну меня на улицах знают узнают то есть понятно кто идет город маленький как 30 тысяч человек и мне мой друг говорит Женя у нас тут кинотеатр построили по президентской программе 51 прекрасный зал даже вот ну тут стулья как-то переделали деревянные мягкие прямо отлично давай это точно на тебя соберем за 4 дня звонит и говорит слушай что-то 28 билетов продано я не знаю в чем дело а у него все каналы руках коммуникации у него значит группа вконтакте тавдинские новости ну в общем все телевидение газеты все проект написали ничего не происходит цена билета 100 рублей я говорю Андрюш дело не в деньгах ты позвони позвони людям которых ты звал они что-то не идут и он столкнулся с удивительной вещью когда он стал звонить людям стали говорить слушай я так давно нигде не было что мне одеть а ты там меня встретишь и что никого не знаю потому что модель досуга современная зайти в магнит потом спустить собаку закрыть высокий забор на большой засов сесть и включить что-нибудь из мультиплекса и это модель досуга для того чтобы ее изменить ну вот этот трюк ну да в результате он позвонил какому-то количеству людей и мы там собрали почти полный зал но это были усилия как и были усилия в нижнем тагиле это сложно до события до ивент до причины выйти из дома до встречи с каким-то интересным человеком потому что ценность с одной стороны кино много с другой стороны ценность каждого падает понимаете ну то есть еще один фильм итер причем очень интересно получился сперли показывал фестиваля россии и он был бесплатный а потом как собрать зрителя на этот же фильм за день вы я уверен что кейсов много они все равно все упираются в какие-то нетривиальные маркетинговые ходы но я вам скажу так чтобы собирать cdk мы работаем с этим фильмом мы просто тратили на рекламу 5000 рублей и все то есть facebook нам отдавали марку цукербергу 5000 рублей за каждый показ да мы снижали маржинальность но тем не менее у нас был солдат а что такое солдат этот сарафан а сарафан это значит долгий прокат два года ну поэтому это круто есть какие-то нетривиальные штуки да там надо понимать какая сеть работает лучше одноклассники или вконтакте фейсбук уже это какая столичная штука я не знаю что ватсап ватсап трейлеры пересылать собирать персональные данные только не забывать подписывать бумажки да на чтобы база была ну то есть да ведь несправедливость этого всего рекламного история заключается в том что мы все бесплатно отдаемся персональные данные социальные сети а потом ими передорговываются мы делали рекламу в этом же трюк то да все я ответил мы это делаем мы это делаем сейчас мы просто нашли технологию она заключается в том что ну то есть мы думали есть запросы десипи нет последний кто меня конечно окончательно сломал это Печенкин который сказал да идите вы все со своим десипи я открою 300 кинозалов на mp4 формате Печенкин Павел Анатольевич это стол глава укрепрайона неигрового кино в фермском крае вот и он в общем да да директор флортианы да они открывают во всех публичных пространствах на mp4 на дешевых более дешевых проекторов чем барка которая стоит да и это работает он сказал я буду доносить любыми способами я до социальный кинозал я сломался в этот момент потому что все как бы ну и плюс ко всему правда технология кодирования подросла и мы очень долго думали что делать и сейчас мы просто делаем копию с меткой если это уходит в интернет контракт то мы говорим видите метка это одна копия вот контракт и все эта метка незаметна никакому зрителю просто насуществует мы точно знаем кто слил да никто не сливается люди приличные просто пишут смс продюсеру корзину очистить но в смысле на рабочем столе а это нет это мы ему просто стали делиться с коллегами как защищать потому что если уходит сеть все многие фонды которые организуют показывать у них есть требования картины не должно быть в сети в открытом доступе такого есть вот я вам так мы тоже мы тоже думали о том что наличие фильма в сети закрывает возможность сбора людей да нет ну правда вообще не существует надо просто объяснить зачем прийти смотреть его на экране то есть я смотрел форреста гампа на видеокассете в 90-х но я с большим удовольствием со всей семьей сходил посмотреть его в отреставрированном качестве я не знал какой он был до реставрации я же не видел никогда но просто на большом экране в октябре и еще раз коллективный просмотр картины в кинозале делает каждого из нас в половину умнее IQ на 50% на этот момент подскакивает потому что мы друг друга учим смотреть кино кто-то засмеялся а вот в чем шутка была я же не понял например дали загрустил мы учимся эмпатии поэтому кино изначально придумано не эдисон а теми людьми которые собирали людей в зале и они смотрели вместе потому что когда кто-то в режимах хочет в кинозале ты все равно улыбаешься поэтому смысл идти смотреть вместе это смысл пережить совместный опыт это в этом есть тайна хотя это никакая не тайна но чтобы это объяснить это да это нужно каким-то образом объяснять 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 на самом деле просто задача и все это не проблема проблема на самом деле доступность контента вот эта проблема но мы в этом случае правда вам будем всячески помогать потому что мы знаем но если не всех то почти всех кто делает в нашей стране кино ну смотрите мы надеемся что мы сможем собрать базу которая будет где правообладатели будут не против у нас уже есть на сайте гильдии не против публичных показов бесплатно то есть называется простая не исключительная некоммерческая лицензия важно важно потому что если у вас некоммерческая лицензия вы не имеете права извлекать прибыли из показа по закону а если вы хотите какой-то фильм который еще недоступен для ну у него не паблик домей то у нас будет ну какой-то рейтинг фильмов гильдийный и будут контакты с кем связываться по поводу показа в одном месте вот и все если вы работаете с паблик домейном с тем с которым мы договорились мы надеемся что мы сделаем на одном из ну как мы делали показы с многими из вас это яндекс диск все необходимые материалы скачал папку обратно прислал фотокарточки потому что нам нужно понимать что хоть что-то хоть кто-то это увидел да и кто-то нам отчет нужен подтверждение да и как вы работали какой-то какой-то отчет потому что мы собираем эти практики для того чтобы делиться с другими а если я не получаю выгоды но грубо говоря деньги берет место не важно кто но место за это взял и грубо говоря поставил всем чай это все равно считается плавным если входной билетки это надо смотреть контракты главное чтобы в билете не было написано цена если он покупает вечер да заход мероприятия это как это называется григорий подскажите ресторан так когда трухост да он называется трухост там три варианта на самом деле все можно придумать если захотеть если мы например берем за светлые деньги для того чтобы сложиться и заплатить за аренду зал то есть это не билеты это просто аренда за аренду ну да главное чтобы у вас не было факта продажи билета потому что когда вы продаете билет вы извлекаете на фильм на просмотр фильма вообще и я вам скажу конечно же деятельность киноклубов никак должным образом не зарегламентирована это такое как художественная самодеятельность в советском союзе ну хотим ну и регламентировали но все равно можно было заниматься в школьном театре чем ты хочешь но там директор рекоментировал не было не было а или инспирта или инспирта так что регламентировать но мы то живем в такой правовой лагуне на самом деле главное что мы не имеем что вы не имеете права показывать картины беспрокатного удостоверения вот это очень важно то есть если мы на всей площадке захотим показать ваш фильм что нужно связаться с продюсером и все и вам придет линк условия и вот это вот все так и не надо приглашать автора не надо конечно не надо включить и skype вообще вообще skype это прекрасная штука потому что если вы автора зовете там должен ну должен быть не то что уровень должно быть какая какой-то от этого эффект ну то есть что человек тратит свою жизнь садится в какой-то самолет куда-то летит или в поезде да он едет чтобы что чтобы 5 человек или 10 ну или даже зал наверное у него должна быть еще какая-то какая-то польза от этой поездки да не знаю он никогда не был в ижевске и очень хочет ему очень хочет просто посмотреть что он снимает следующую картину например основанную на остяцком мифе и там где-то на севере он существует это да не инсайд прямой разговор прямой разговор конечно ничего ничего страшно нет просто не надо бояться слова нет не поеду но нет не поедешь чтобы у нас пустаях выйдешь выйдешь зрители будут довольны довольно нормально чего такого-то но нет есть наверное люди которые привыкли к ковровной дорожкам среди документалистов таких мало до форм масса на самом деле вы опять же друг с другом про них поговорите на самом деле даже если полный зал то я например отказываюсь я по себе сижу я отказываюсь из-за графика из-за того что я в этом городе был уже пять раз в екатеринбурге например я я еду там на показ потому что мама живет и думаю и разные режиссеры они у них разное целеполагание может быть по поводу приезда приезда это довольно просто вот на станции с удовольствием сюда езжу потому что у меня там вот друзья и люблю женю с вами только повод бы поэтому это и дружеские отношения складываются понимаете их нас не складывать их надо складывать то есть это усилия определенные вот и все послушайте стриминг это как телевизор это просто канал донесения контента будем так визуальных произведений поэтому маркетинговый отдел каждого стриминга это очень важная часть этого канала а понятно что сейчас все на рынке бегают и ищет классный контент его мало его из нет но можно сказать его почти нет я-то очень рад что стриме не пришли потому что наконец зритель определяет что он будет смотреть и писать немножко ночью дописать немножко начну это очень важно потому что диктат программируемого телевидения когда-то должен почему-то я всегда это в детстве размещала у меня футбол они мультики собираются показывать но нормально нет вообще сейчас как бы я могу сделать отложенный просмотр до смотреть когда мне хочется с кем не хочется это классно но это всего лишь разогревание индустрии хоть каким-то образом хоть каким-то образом понятно что для меня как для автора и для человека который все-таки кино считает видом искусства они контента зал предпочтительный потому что я сейчас снимаю не игровое кино зальная этот друг другая драматургия это значит завязку ты можешь себе позволить чуть чуть длиннее потому что ты сел как бы только через пятна у меня есть 15 минут когда скажешь ну нет это я смотреть не буду вот когда ты уже скажешь можно я выйду в стриминге нет да это другая драматургия поменялось там это же было еще все не на штатах то первые исследования были когда цена билета увеличилась у них драматургии изменилась длиннее завязка стала потому что за 20 долларов как то не может быть все таки а вот если 5 бар за деньги среди них есть бесплатно вот чаще всего бесплатно уходит ценность потому что не сформирована я вам честно хочу сказать что я за платные показы но есть группы граждан категории целых которые не способны дайте поэтому я думаю что бесплатные показы могут быть и должны быть для тех групп граждан и наших соотечественников которые мы не могут да у нас огромное количество стыдных заведений типа пны да где ну почему люди там не могут смотреть кино кто тоже может заниматься и должен заниматься чего им не давать какое-то кино которое будет помогать им радоваться жизни до осмыслять его как вот многие наши фильмы нам надо показывать как наказание за административное правонарушение нарушил режим смотришь фильмы в минкульта из последней сотни пытка такая кровь из глаз до рекомендовано как розги ну вот короче я вам желаю продуктивных дней чтобы вы друг друга зарядили и уехали отсюда с огромным количеством полезных контактов полезных данных и пусть там версии методологии 1.0 как работать или уже версии там 2.0 3.1 но чтобы у вас это как-то во что-то зафиксировалось контакты все прямо вот собирайте друг у друга визитки потом пригодится да спасибо спасибо